Так, привет, друзья! Сегодня мы с вами покрываем торт кремом. Для этого мы приготовим крем-чиз, но крем-чиз у нас будет на шоколаде. Так как мы будем в декоре использовать мастику, чтобы она у нас не таяла, я использую шоколад. Но можете заменить на сахарную пудру. То есть вместо шоколада такое же количество меняете на сахарную пудру. Берем хорошее качественное сливочное масло 82,5%. Обязательно смотрите состав, чтобы в составе были только 100% постерилизованные сливки. Можете даже в морозилках, они у нас лежат в магазине, трогаем. Если у нас квадратик масла твердый, значит это 100% сливочное масло хорошее. Если оно мягкое, как пластилин, прогибается палец в упаковку, значит это спред. То есть может написано быть, что это постерилизованные сливки, что это хорошее масло, но халяль и так далее. Вот такого рода масло нам не подходит. Это маргарин. Так, добавляем в чашу и с низких оборотов взбиваем. Масса должна быть белой, пышной и увеличится в размере. Ждем. После того, как масло взбилось, оно вот такое пышное, воздушное, хорошо взбитое и посветлевшее. Конечно, белым оно не будет, но очень хорошо посветлеет. Отправляем сюда в чашу сыр и желательно поменять венчик на лопатку. Если есть, если нету, то можно продолжать взбивать венчиком. Просто когда вы перемешиваете лопаткой, пузырьки воздуха при таком смешивании сами по себе выходят. Но потом мы можем вручную также их убрать. Но если есть в планетарном миксере, у вас венчик, даже железная лопатка, лучше перемешивать им. Взбивать нам уже не надо, мы только перемешиваем. Поэтому добавляем сыр. Добавили сыр, я поменяла лопатку и будем перемешивать. Во время перемешивания уже добавляем шоколад. Если вы используете сахарную пудру, то сахарную пудру прямо засыпаем сразу вместе же с маслом и сахаром. Данный крем получается желтый, но мы используем велюр, поэтому нам в принципе без разницы, какого цвета будет у нас крем. И если используете такой крем, в принципе, вы можете окрасить его любым водорастворимым красителем. Он окрасится очень хорошо, не обязательно жирорастворимые красители брать. Несмотря на то, что у нас и сыр, и сливки, и шоколад, жиры. Вот такой крем у нас получился стабильный, вкусный. И главное, что он подходит для покрытия велюром. Крем, ой, торт, крем, говорю, торт у нас стабилизировался, стал ровненький, хорошо пропитался. Снимаем пленочку и покрываем кремом. Можно из мешка кондитерского, если вам удобно, перекладывайте крем в кондитерский мешок. И потом наносим уже на торт. Я буду наносить с помощью вот такого способа. Сразу разравниваю. Берем спатулу и разравниваем спатулой. Я всегда начинаю сверху. Делаю сразу угол ровненький. И спускаюсь вниз. Это же спатулой я наношу крем и растягиваю по всему тортику. Аккуратно. Тяну. Вдавливаю и тяну. Вот такими движениями, вдавливая, выметающими движениями, распределяем крем по всей поверхности тортика. Так как торт у нас изначально собран ровно, с черновой обмазкой в сборке, он у нас быстро выравнивается. Без труда. Если градус накорнен, то очень много времени будете тратить, чтобы подровнять этот градус. И где-то будет крема все равно больше, где-то меньше. Таким образом я еще пользуюсь окном или шкафом. И смотрю, использую какую-то прямоугольную деталь у себя дома, стену, как уровень. И смотрю, где у меня больше, где меньше. Счищаю серединку к краю. И шпателем убираю лишнее. Заметьте, что шпателем я убираю только лишнее, много крема не счищаю. Чуть-чуть убираю. Шпателем делим, держим 90 градусов. Я уже заговариваюсь. И добавляем в те места, где у нас крем не попал. Берите любой удобный шпатель. Металлический, акриловый или пластиковый, с каким удобным вам работать. 90 градусов ставим. Перпендикулярно торту и подложке. Вот так 90 градусов должен стоять. Шпатель. Держим руку. 90 градусов. В таком положении застываем. И крутим аккуратно торт. Он будет счищать крем с тех мест, где его больше или меньше. Так, это у нас первая черновая обмазка. Предчистовая получается уже. Отправляем его в холодильник охладиться, чтобы этот слой крема схватился, чтобы он уже не тянул за собой другой, второй крем, который мы будем наносить. И далее нам уже будет проще работать. Следующий слой крема наносим. Утолщаем. Потому что при тонком нанесении крема у вас потрескается покрытие, во-первых. Во-вторых, если вы возьмете подложку тонкую, менее трех миллиметров, велюр тоже потрескается. Если тортик у вас весом менее двух килограмм, два и менее килограмм, то можете использовать подложку 3-2. Если свыше, то склеивайте две подложки. Либо возьмите фанерную толстую. Чтобы велюр не трескался. И шпателем опять же счищаю лишнее. Много не счищаю. Сразу со шпателем счищенный крем собираю и наношу в местах, где у меня крема не хватает. Так, завершаем выравнивание. И до конца уже выровняли. Отправляем чуть-чуть охладиться. Когда он застынет, крем, мы сможем сделать гладкий угол и подровнять верхушку. Так как у нас торт застыл, в составе масла и шоколад, мы можем вот так вот подрезать и потом подровнять верхушку, срезав так часть крема. Конечно, это не ганаш, но тем не менее, такой метод тоже имеет место быть. Потом верхушку можно подровнять. Зато угол у нас сохраняется, не завален. Распределяем по всем. Разравниваем. Места, где не хватает, добавляем. Подровняли и счищаем наверх. И уже когда здесь небольшое количество свежего крема, угол ровный, мы вот такими движениями от края к центру соединяем и выравниваем угол. Вот так. Вот края к центру. Делаем по всему тортику.